Привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о моей системе постановки целей НАГО. В преддверии Китайского Нового Года я долго размышляла о том, как сильно поменялась моя жизнь в 2022 году. Большая часть идей, которые я реализовала в 2022, благодаря моей системе постановки целей и планирования. Существует множество способов структурировать ваши цели, и я вам сегодня расскажу о том, какие способы использую я. Смотрите видео до конца. Итак, поехали! Прежде чем приступить к постановке целей на следующий год, я использую несколько предварительных шагов. Поэтому первое, что я делаю, анализирую свои слабые и сильные стороны, какие есть возможности для моего движения вперед и какие есть угрозы. В бизнесе это называется SWOT-анализ. Я его также адаптирую и для обычной жизни. Это особенно полезно, если вы меняете направление деятельности или расширяете штат сотрудника. Если относить к личной жизни, тогда вы можете посмотреть, как ваши сильные стороны помогут вам значительно вырасти в ваших знаниях, способностях на будущий год. Если вы испытываете некоторые затруднения с выявлением своих сильных сторон, какие перспективы у вас могут появиться, тогда я могу помочь вам на стратегической сессии. Ссылочка будет в описании. Следующий шаг, который я делаю, это сравниваю конкурентов. Я изучаю компании в своей нише, сравниваю средние показатели доходов и расходов по отрасли. Эти данные я обычно нахожу в статистических отчетах, в открытых отчетах компании. Для чего я делаю сравнительный анализ? Во-первых, я нахожу, как работает мое дело у других. Подобный пример. Я имею представление о реальном положении дел в нише для того, чтобы поставить более реалистичные цели, чтобы цифры брать не с потолка, а основанные на статистических данных. И третий шаг, который я делаю, это ревизия прошлых целей. Прошлогодние цели, которые я ставила, смотрю, что достигла, в какой сфере эти цели были, которые я достигла, почему я достигла, как я смогу повторить этот результат. Анализирую те цели, которые не достигла и почему. Это три первых шага перед тем, как я ставлю свои цели. А теперь я хочу перейти к первой системе, в которой многие работают и ставят цели. Она достаточно известная, популярная. Это смарт-цели. Цели, которые должны быть конкретными, измеримыми, действенными, актуальными. Этот подход я также использую в практической работе результат. Ссылка будет ниже в описании. Смарт заставляют сосредоточиться на цели более подробно, чтобы получить результат. Однако, да, я знаю, и система смарт не всегда подходит под определенный вид цели. Когда задача более гибкая и результат не фиксируется в цифре. Что делать с этим, вы спросите. Да, смарт это не единственный способ ставить цели. Поэтому, какие способы я использую, если цель более гибкая, я расскажу дальше в этом видео. Пример. За первый квартал 2023 года моя цель заключить 30 сделок на ребрендинг на общую сумму 10 тысяч евро. Цель понятна, конкретная, четко измеримая, ограниченная по времени. Однако, смарт это не единственная система постановки к цели, которую можно использовать. Если цели более гибкие, смарт не всегда подходит. Итак, следующая система цели и ключевые результаты. Такая система позволяет ставить цели на основе задач, которые вы хотите выполнить. При этом числовые показатели должны быть достигнуты для этой цели обязательно. Цель это то, чего вы хотите достичь. А ключевой результат это числа, которые вы должны показать, чтобы достичь цели. При использовании этого метода все ключевые результаты должны быть по смарт. То есть, это система целей, которая включает себя изначально всеми любимую систему смарт. Итак, чтобы было более понятно, я приведу пример. Например, цель использовать контент блога для привлечения трафика. Понятная цель, но она поставлена не под смарту. Здесь цель в том, чтобы привлечь трафик. И ключевой результат следующий для этой цели. В задачах. Публиковать один пост в блоге. Привлечь тысячу подписчиков в социальные сети. Увеличить долю в блоге на 50%. Шаблон, с примером, по ссылке в PDF. Этот метод подойдет, если у вас глобальные долгосрочные цели, и вы будете использовать комплексный подход. Я люблю эту систему за то, что она позволяет выстроить целое виденье. И на этой системе постановки целей вы можете реализовать свою долгосрочную стратегию на 10, 20, 30 лет, на 50 лет вперед. Это ваша основа того, что вы заложите на ближайшие десятилетия вперед. Обожаю эту систему. Итак, БИК, или большая идеальная глобальная цель, это такой тип цели, который включает в себя эмоциональный компонент для достижения чего-то важного. Когда осознаете суть своего существования и существования вашего дела, бизнеса, я люблю этот метод постановки целей, поскольку можно создать общую стратегию на 10, 20, 30, 50 лет вперед, и она будет основываться на ваших уникальных ценностях, на глобальном видении вашего предназначения. Этот метод также позволяет мыслить более масштабно и ставить высокие цели, не сосредотачиваясь на каких-то мелких конкретных задачах. И я вам скажу, первый шаг, который я делаю, это я беру время на то, чтобы сформулировать и обдумать цели, которые вы стремитесь или которые изменят вашу жизнь глобально в целом. Просто отпустите все ограничения и позвольте своему воображению проявиться. Цель БИКО, она должна быть чрезмерно амбициозной и казаться недостижимой. Что я делаю, это минимальный 10-летний план для того, чтобы ориентироваться на действия, которые нужно предпринять. Эта большая, грандиозная цель действительно должна быть захватывающая. Да. Для того, чтобы найти эту большую цель, потребуется много времени. Может быть, неделя, месяц или даже годы. Чтобы определить цель, которая достаточно важна для вас, вы потратите больше своего времени, чем ставите обычные, маленькие, краткосрочные, среднесрочные цели. Но эта большая цель, это ваша осознанная концепция на ближайшие десятилетия. И именно поэтому большие, грандиозные цели развиваются в целой стратегии. Если вы хотите помочь себе ускорить понимание ваших глобальных целей, тогда предлагаю вам практическую работу-результат. Там есть серия вопросов для более глубокого осознания своей уникальности и предназначения. Ссылка в описании. Итак, второй шаг для того, чтобы создать такую большую глобальную цель, это проверить свою цель на глобальность. Итак, действительно вы хотите посвятить достижению этой цели в ближайшие десятилетия? И вот пять вопросов для проверки, которые я всегда задаю. Первое, что я у себя спрашиваю, действительно ли это долгосрочная цель? Второе, что я у себя спрашиваю, она измеримая и меняет мою жизнь? И если я получаю ответ «да», тогда я задаю себе следующее. Поймут ли ее люди, если я поделюсь? А восхищает ли меня эта цель? Мотивирует ли она меня? Это действительно моя цель? Тогда задаю себе пятый контрольный вопрос. Эта цель требует усилий, чтобы выйти из зоны комфорта? Да. Значит, я могу переходить к третьему шагу. Третий шаг, который нужен для постановки цели в системе БИК, это немедленно начать двигаться. В третьем шаге свою долгосрочную цель я делю на более короткие измеримые периоды, на среднесрочную и краткосрочную цель. Краткосрочную цель, в свою очередь, я делю на ежемесячные или еженедельные периоды. Прописываю задачи, если это необходимо, на неделю или на день по этой цели. И также заставляю к задачам списки. Еженедельные цели отслеживаю через трекер. Это может быть ваша большая личная миссия на несколько лет. Или миссия для компании, для чего создана, для кого работает и к чему она стремится. Это и будет ваша большая идеальная глобальная цель. Следующая система, которой я пользуюсь, это обратные цели. Суть этого метода заключается в том, чтобы идти от обратного. То есть начать двигаться в обратном направлении. Так, как будто вы уже достигли этой цели. И теперь нужно спуститься вниз по ступенькам, чтобы увидеть тот путь, который уже пройден до этой цели. Вы можете посмотреть, какие мелкие задачи и задания должны быть достигнуты, чтобы главная цель стала реальностью. Это обратная цель с поэтапным представлением. Я применяю для клиентов этот метод, когда не подходит система смарт. И нужно преодолеть бездействие. Нужно начать с чего-то, чтобы двигаться. Возьму очень распространенный запрос клиента, как начать бизнес. И это просто запрос. Чтобы превратить его в цель, сформируем максимально широко цель. Начать свое дело. И прежде чем достичь эту цель, можно определить, что необходимо для этого. Итак, первый обратный шаг. Описать бизнес-план. Второе. Определить специфику продуктов и услуг, которые мы будем предлагать или продавать. Третий шаг. Какие у нас есть стартовые расходы безопасные определить. Четвертый шаг. Выбрать место для бизнеса или создать онлайн офис, сайт. И пятый шаг. Нам нужно создать план и начать его выполнять. Каждый шаг мы делим на задачи. Итак, еще раз повторю. Первое, что мы делаем, если мы не можем цель сформулировать по смарт, мы формулируем цель максимально широко. Начать свой бизнес. Шаги, которые нам необходимо сделать. Эти шаги разделить на задачи. Например, для шага написать бизнес-план будут следующие задачи. Определить тип бизнеса, который нужен. Исследовать свой целевой рынок. Определить, что делает ваше дело уникальным и выделяет его на фоне конкурентов. И четвертое, например, собрать финансовые данные для вашего бизнес-плана. То есть сделать анализ конкурентов, статистические данные посмотреть. И следующая хитрость метода обратной цели в том, чтобы разделить задачи на простые конкретные шаги. В конечном итоге будет простой список задач, которые вы легко выполните по одной за короткий промежуток времени. То есть один шаг за раз. Итак, следующий метод, который я использую, это постановка цели одним словом. Этот метод, который в последнее время набрал обороты. Выбирайте одно слово и делайте его своим фокусом на год. Такой подход к постановке целей исключает некоторые инструменты и сложные процессы, которые часто сопровождают постановку целей. Например, PASSMART. Я использую этот метод как для постановки личных целей, так и для бизнес-целей. Этот метод позволяет снимать излишнее давление, связанное с формированием структуры целей. И также позволяет полностью сосредоточиться на проживании одной темы в течение всего года. Выбор одного слова для жизни или для бизнеса начинается с размышления о том, чего хотите именно вы для себя, для своего дела в этом новом году. Итак, первое. Подумайте о том, что вы хотите действительно делать. Второе. Посмотрите на событийном уровне. Каких событий вы хотите? В вашей личной жизни или в вашем бизнесе? Третье. Посмотрите, в чем есть потребность и что вы хотите изменить. И четвертое. Когда появится виденье, потратите некоторое время на то, чтобы обдумать все слова, которые описывают конечный результат, к которому вы стремитесь. Для примера. В этом году хочу сосредоточиться на расширении клиентской базы. Поэтому моя цель быть лояльной к моим клиентам, предоставлять им исключительные услуги, товары, лояльность от клиентов в виде повторных сделок, привлечения новых клиентов посредством рекомендации. Поэтому слово, которое я выберу на этот год, будет лояльность. То есть и цель, которая будет обозначена одним словом, будет лояльность. Я предлагаю вам сделать самостоятельно мини-практику и в шаблонах посмотреть пять вопросов и найти ваше слово, цель на этот год. Следующий принцип – это система постановки цели «Пять принципов». Как считают исследователи, которые посвятили несколько лет исследований, очень важно держать фокус на цели. И именно цель является источником мотивации. Здесь, конечно, двоякий момент, я могла бы поспорить, но я с ними согласна в том, что фокус на цели позволяет не отвлекаться на посторонний окружающий шум. Первый принцип – это ясность. Так называемая наша любимая смарт-система. То есть вы ставите простую, четкую, ясную цель, используя систему смарт. И самое главное – думаете о конечном результате в форме большой личной миссии. Итак, первый принцип – ясность. Поставить четкую цель, используя систему смарт, и подумать о ней в формате большой миссии. Второй принцип – это вызов. То есть мотивация сложными целями. Прежде чем браться за большую сложную цель, изучите ее, чтобы быть реалистом в постановке этой цели. И третий принцип – это приверженность. То есть сохранять приверженность делу. Использовать методы визуализации для того, чтобы представить, как будет выглядеть ваш конечный результат, когда вы достигнете своего запланированного прогресса, вашей цели. Четвертый принцип – это обратная связь. Запланируйте время, например, раз в неделю, для того, чтобы анализировать свой прогресс и смотреть ваши достижения, например, по трекеру целей. Пятый принцип – это сложность задач. Например, вы поставили грандиозную задачу. Для этого вам нужно разделить ее на мелкие шаги, для того, чтобы облегчить ваши шаги и не упустить мотивацию вашу. Если следовать этим простым принципам, то постановка целей станет для вас легким делом. Вы станете более успешно достигать ваших целей, и это позволит улучшить вашу производительность в целом. Система пяти принципов включает несколько систем, таких как и систему смарт, и систему глобальных целей, принцип маленьких шагов. Поэтому, если вам не хватает одной системы для постановки целей, вполне возможно использовать эту систему пяти принципов постановки целей для наилучших результатов. Следующий метод – это система многоуровневых целей. То есть цели мы записываем в зависимости от их срока выполнения. Более подробно о системе многоуровневых целей я рассказала в другой статье, поэтому подробно сейчас останавливаться не будем. Следующая система, которой я люблю пользоваться и которую даю своим клиентам – это золотой круг. Вы рисуете круг с тремя кольцами внутри, как мишень. В центре указываете причину, почему есть цель. В следующем слое этого круга вы пишете, как вы можете достичь этой цели. И внешний круг, в котором вы пишете, что нужно сделать для достижения этой цели. Следующая система – думай масштабно, делай мало, действуй быстро. Суть системы в том, что цели планируются на основе больших идей. Действия планируете путем перечисления мелких вещей, быстро двигаетесь для того, чтобы добиться цели. Исследование, которое проводилось в области организационной психологии, доказывает ценность постановки целей. Но также важно учитывать еще и тип целей. Если смотреть исследования, то постановку целей можно свести к трем основным принципам. Первый принцип – любая цель лучше, чем ее отсутствие. И я с этим согласна. Конкретная цель лучше, чем общая. Логично. И третий принцип – это трудная и конкретная цель лучше, чем легкая и общая цель. Любая трудная цель, она больше мотивирует, чем легкая или общая цель, когда мозг не сфокусирован на конкретных шагах. И вам сложно запустить процесс в работу. Учитывая эти три принципа, я хочу поделиться с вами простой и очень эффективной структурой, которую вы можете использовать для постановки своих целей. При правильном использовании этой системы можно отказаться от любых систем постановки целей. Первое. Вы думаете масштабно. Второе. Вы делаете мало. И третье. Вы действуете быстро. Если хотите мыслить масштабно, продавать услуги, товары дорого, ставьте крупную, большую цель. Когда вы это делаете, достигаете большего, на что способны. Мыслить по-крупному значит определять свою конечную цель, то есть главное достижение, к которому вы стремитесь. Второй принцип – делай мало. Устанавливайте только целевые задачи, которые дадут результат. Двигайтесь быстро. Вы создаете трек и придерживаетесь временной шкалы для того, чтобы цель выполнить в срок. Целевые действия являются ключевыми и делают эту систему эффективной, потому что обеспечивают конкретность и являются ориентиром на пути к вашей конечной цели. Применяя эту систему под присмотром наставника, вы наберете быстро обороты, заработаете на любом любимом деле и бонусом повысите уверенность в себе. Система ММБ позволяет ставить и достигать целей быстро за короткий промежуток времени. Вы фокусируетесь только на результативных действиях. К примеру, вы хотите открыть новое направление в онлайн-бизнесе. Используем первый принцип и думаем масштабно. То есть открытие успешного онлайн-бизнеса ставим 3 месяца. Дальше принцип мало. Каждая из целевых задач должна быть следующей. Для того, чтобы открыть успешный бизнес, нужно сделать анализ конкурентов, анализ ЦА и составить финплан. И также значение временных рамок. Временные рамки мы ставим по 5-7 дней на каждую задачу. И следующий принцип. Двигайся быстро. Для того, чтобы позволило вам быстро двигаться и вносить необходимые корректировки в трек. Когда вы составляете трекер, вы отслеживаете свой результат по нему. И если хотите применять структуру ММБ для любых ваших целей и ситуаций, не упускайте возможность, как это сделать и получить результат прямо сегодня. Итак, следующая система, о которой я расскажу более кратко, это цели, задачи, стратегии и меры. Отличная система для того, чтобы выбрать цель, задачу, стратегию. Итак, целевая пирамида. Пирамида целей помещает самую важную и большую цель на вершину пирамиды, за которой следуют крупные этапы, средние этапы и мелкие. Пирамида целей определяет вашу миссию или миссию компании с точки зрения повседневных задач и помогает вам или вашим сотрудникам определить цель, которая будет реально интересна. Для себя или для сотрудников вы можете разработать пирамиду целей для того, чтобы понять, как конкретная задача повлияет на достижение целей и при этом выстроить общую стратегию, которая повлияет тоже на цель. На вершине пирамиды это миссия. Итак, компания должна иметь миссию. И это может быть увеличение прибыли, увеличение продаж или улучшение обслуживания клиентов, или повышение производства продуктов, качества продуктов. В рамках миссии компания определяет, почему выбрала эту цель. Например, компания захотела увеличить прибыль, чтобы открыть новое направление в своем бизнесе. Захотели производить качественную продукцию, потому что компания считает, что это ведет к успеху за счет удовлетворения клиента. И поэтому поместить эту миссию и ее причину следует на вершину пирамиды целей, чтобы сотрудники знали, как компания будет выполнять эту миссию, что нужно делать и кто это будет делать. Итак, из примера, я надеюсь, вы поняли, что на вершине пирамиды целей всегда будет миссия. Миссия компании или ваша личная миссия. Но я обычно использую пирамиду целей больше для клиентов, которые хотят поменять что-либо в своем деле, в своем бизнесе. Итак, второй уровень – это цели. На этом уровне мы более подробно прописываем, как собираемся достичь своих целей. Как достичь конкретной задачи на втором уровне пирамиды. Например, цель – повысить прибыльность. Задача – увеличить объем продаж и снизить затраты. Для конкретики можно добравить, что цель – повысить прибыль. За счет чего? За счет 5% повышения продаж и 5% снижения затрат. Надеюсь, понятно. Третье – детализируйте процессы. Если у вас цель – увеличить продажи, то действие – это запланировать выпуск нового продукта или услуги, связанные с осуществлением продажи. То есть, третий уровень сообщает сотрудникам, что им придется сделать. И четвертый уровень пирамиды – это работа. Индивидуальные цели для сотрудников, то есть их работа. Например, некоторым сотрудникам отдела продаж приходится продавать определенный объем продукта существующим клиентам. И когда сотрудники видят, что каждый будет выполнять порученную работу, то компания будет продвигаться к цели на вершине пирамиды. Мои советы по постановке цели достаточно просты. Наверняка у вас появилась идея протестировать систему. Я хочу вам дать совет. Любую цель, которую вы поставили, делите на маленькие шаги. Эти маленькие шаги переводите в задачи. Любую задачу переводите в списки. То есть простое действие, которое вы можете выполнить за один раз. И тогда вы с большей вероятностью достигнете вашей цели. При этом, если ваша цель действительно ваша, а не кем-то навязанная. Друзья, вы можете еще самостоятельно поискать информацию о системах постановки целей и написать мне, какие существуют еще системы и какими, например, пользуетесь вы, о которых я не рассказала. Либо вы можете поработать со мной и достичь крутых успехов в вашем деле или в вашей жизни и сделать 2023 год лучшим, внедрив систему постановки целей. Я знаю, что вы сможете держать себя в тонусе и оптимизме, ставя сложную и достижимую цель. Как вы уже поняли, существует множество способов постановок цели и ее достижения и заставить цель работать на вас. Самое главное правило – это начать, продолжать двигаться и стремиться к успеху. Я желаю вам грандиозных целей в этом году, которые вы обязательно достигнете. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok